Это одна из самых крупномасштабных полицейских операций этого года. До последнего момента информацией о ходе оперативных действий владели только несколько человек. В первую очередь это будет отрабатываться и профилактироваться мероприятие по управлению транспортными средствами ВНС. Потому что и Одинцовский район, и Русский район, и вот эта вот трасса Минская, Магистраль и дорога Дублер. У Можайское шоссе трассы весьма непростые, районы весьма непростые. После обозначения цели операции «Заслон» несколько десятков патрульных машин и мотоциклов разъехались в разные точки не только Одинцовского района, но и в Рузу, Звенигород. Только на отрезке Голицына-Одинцова нам удалось насчитать около 10 патрульных машин. Подобные операции это как раз тот случай, когда патрули дислоцируются не на стационарных постах, а на любом отрезке дороги. Помимо наземного мониторинга полицейские задействовали вертолет. С воздуха все как на ладони. Любое неадекватное поведение водителя привлекает внимание не только инспекторов воздушного патруля, но и бортовой камеры, которая записывает все происходящее и фиксирует номер машины. Недавно этот воздушный патруль обнаружил несанкционированную стоянку крупногабаритного транспорта в лесном массиве. За первые два часа с начала операции в штаб ежесекундно приходила информация о различных правонарушениях. Основной – непристегнутый ремень безопасности. Водитель не пристегнутый ремнем безопасности, вставляется протокол по 12-6 штрафа в размере 500 рублей. В течение месяца надо будет оплатить через перказ. На второе место по количеству правонарушений можно поставить наглухо тонированные автомобили. Когда мы проверяем прибором светопропускания стекол и убеждаемся, что светопропускание менее 70%, то уже человек не может отвертеться, показав талон. Количество пьяных в выходные дни увеличивается в разы. Порой до 100 случаев всего за два выходных дня. Но и среди недели, как выяснилось, их тоже немало. В последнее время наблюдается такая тенденция, что происходит количество дорожно-транспортных происшествий. Есть тенденция к увеличению водителей, которых управляли транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина в Голицыно пересек сплошную, выехал на встречную полосу. И это все произошло прямо на глазах у инспекторов. Сейчас он сидит в патрульной машине и, как говорится, дует в трубочку. Евгений Ильич, пройти медицинское освидетельствие на месте. Согласны? Через прибор от алкотек. Таких вот дующих в трубочку в Одинцовском районе оказалось немало. Если пьяный водитель отказывается пройти тест на степень алкогольного опьянения на месте, то ему предлагают проехать в медицинское учреждение, либо в передвижной пункт медицинского освидетельствования. Операция «Заслон» продлилась до двух часов ночи. Этот четверг стал поистине черным для многих водителей. Инспекторы не скрывают, что такие крупномасштабные действия лишь временно исправят ситуацию. Тотальный контроль дорожной ситуации, хоть, к сожалению, и временный, не помешает Одинцовским водителям. Георгий Алышев, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.